На базе третьей школы города над Бугом реализуется информационно-образовательный проект «Скажи здоровому образу жизни, да!». Его цель – повышение уровня знаний подростков в части профилактики употребления табака, наркотиков и алкоголя. В рамках данной инициативы в учебном заведении запланировано проведение нескольких мероприятий. В рамках этого проекта проводится целый комплекс мероприятий информационно-мотивирующих, которые позволяют именно сформировать вот это правильное отношение у детей. Здесь и проводятся тренинги, и разные встречи специалистов, психологов, врачей. С нами работают и сотрудники органов внутренних дел. Среди тех, кто пришел на встречу с ребятами, и врачи, и представители правоохранительных органов. Выбор специалистов не случайен. Именно они и чаще остальных имеют дело с последствиями наркотических экспериментов. Стоит отметить, что несмотря на в целом позитивную динамику, связанную с снижением уровня подростковой преступности на территории Брестской области, по-прежнему число преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота наркотиков, несовершеннолетних, продолжает расти. На сегодняшний день уже окончено расследование по 13 уголовным делам, связанным с данной категорией преступлений. Причем, как и в прошлом году, большая часть из них связана со сбытом и распространением наркотических веществ. По всей области было всего лишь два больных наркомании, несовершеннолетних. В этом году уже семь. И все это потребители курительных смесей, все это потребители синтетических наркотиков. Специальный семинар, посвященный проблеме наркомании, прошел и в городском центре гигиены и эпидемиологии. Участники встречи – психологи и социальные педагоги учреждения образования Бреста и Брестского района. Именно они зачастую стоят на передовой тяжелой антинаркотической войны. Смысл мероприятия в том, чтобы, скажем так, дать некую информацию именно психологам, социальным педагогам, которые работают непосредственно с подростками, с трудными подростками. Если возникает все-таки такая проблема, как наркомания, они в первую очередь знали, куда обратиться. Не только о проблеме, а куда обратиться, как решить, как помочь такой семье и такому подростку. Не раз в ходе обоих мероприятий организаторы призывали участников не оставаться в стороне от проблемы. Ведь зачастую именно внимание и понимание со стороны окружающих людей в свое время не чувствовали потребители наркотических веществ. И эту тенденцию очень важно преломить. Иногда одной беседы по душам или доброго слова достаточно, чтобы подросток не совершил роковую ошибку. В более сложных обстоятельствах на помощь всегда готовы прийти специалисты. Большая проблема у подростков в том, что они мало знают о жизни. И сейчас есть телефон доверия и всевозможные службы, которые бесплатно совершенно работают с подростками с целью информирования обо всех негативных аспектах жизни и того, что в жизни встречается и так далее. И хотел бы, конечно, посоветовать набираться этих правильных знаний. Не на улице, где кто-то из друзей что-то хорошее придумает, иногда выгодное только себе, а обращаться где-то в какие-то специализированные центры, которые просто дают информацию. Анастасия Стропко, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук. Телекомпания Буктовая.